Часто в эфире мы говорим о дорогах, ведь вся наша жизнь с ними связана. И, к сожалению, чья-то жизнь может закончиться на магистрале. В Прибайкалье все чаще стали попадать под колеса машин дети. Число таких происшествий по сравнению с прошлым годом увеличилось почти на 5%. Как эту проблему пытаются решить в регионе, сегодня выясняла Анастасия Смирнова. Внимательность на дороге самое главное. Эта иркутянка Ольга Невидимова каждый день объясняет своему внуку Славе. Мальчик в этом году пошел в первый класс и пока ходит в школу и обратно только со взрослыми. На зеленый означает можно. Есть еще желтые цвета иногда есть. На желтый цвет надо подготовить. Ходим, гуляем, знакомим его с дорогой. Ну, в общем-то, он знает, мальчик у нас грамотный, как что переходить. Все равно опасно. Одного еще движения в городе. Далеко не безопасно сейчас. Небезопасно на дорогах и в других городах региона. В Свирске только за прошлую неделю в ДТП пострадали сразу три ребенка. Один случай произошел прямо на пешеходном переходе. Водитель иномарки сбил второклассника. Мальчик получил травму ноги. Сотрудники госавтоинспекции обеспокоены участившимся случаем совершения дорожно-транспортного травматизма. 36 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано с начала нового учебного года, в которых 40 детей получили травмы различной степени тяжести. Аварий с детьми в этом году стало на 5% больше, чем в прошлом, сообщает прокуратура. Причем, каждая третья ДТП происходит по вине самих несовершеннолетних. Иногда ребята перебегают дорогу в неположенном месте. Как это произошло с 9-летней девочкой в Иркутске. Она попала под колеса машины 7 сентября. С серьезными травмами ее увезли в больницу. И до сих пор ее состояние остается тяжелым. Поэтому детям важно донести, какую опасность представляет дорога. Вангарске школьникам продемонстрировали это на штрафстоянке, куда привозят разбитые после аварии машины. Их здесь уже более 200. Жутко, очень приятно. Жутко, это неприятно смотреть. Ну и на какие мысли наталкивает? Аккуратное вождение, занимательное дорожное движение. Не отвлекаться на мобильные средства связи. Смотреть просто на дорогу прямо. Среди причин аварий с детьми в том числе неисправность автомобилей. Поэтому сейчас инспекторы проверяют школьные автобусы. Рейды уже прошли в Братске. Осмотрен транспорт, который разводит детей из 11 школ города и района. Автобусы оказались исправны. Но так бывает не всегда. Подобные проверки проводят и сотрудники прокуратуры. И находят нарушения. Прокурорами выявляли случай допущения неисправного транспорта к перевозке детей при отсутствии технического осмотра, а также захлопленным запасным выходом. Кроме того, у Селимского межрайона прокурорам было установлено отсутствие освещения на участке автомобильной дороги в пределах остановки школьных автобусов. По всем фактам ответственным лицам были внесены представления, во исполнение требований которых приняты меры к устранению нарушений. Но не только сотрудники разных ведомств должны принимать меры. В первую очередь объяснять правила поведения на дорогах детям должны их родители. И лучше на личном примере. Анастасия Смирнова, Виктор Черкашин. Новости по будням.